Коллеги, добрый день еще раз всем, кто сегодня с нами, время 11 часов. Сегодняшний вебинар посвящен GIGASET линейке PRO, продуктовая линейка, модельный ряд и новинки, которые уже вышли и ожидают выхода в 2023 году. Сегодня вебинар проведет Петр Тюрин, руководитель корпоративных продаж, непосредственно сам GIGASET на нашем вебинаре и с первых уст услышим, что происходит в GIGASET, какие новинки и что нам ждать в будущем. Но для начала хотел бы начать презентацию с компании IPMATIC. IPMATIC является дистрибьютором GIGASET. Дистрибьюторством занимается с 2016 года и за это время неоднократно мы достаивались наград от GIGASET как лучший дистрибьютор по итогам года. Почему, собственно, вы, наши партнеры и другие партнеры выбираете IPMATIC? В первую очередь в этом году мы празднуем 15-летие. За этот большой срок, занимаясь рынком коммуникационных решений, мы заимели опыт и экспертные знания благодаря вашим проектам в частности. Также IPMATIC поддерживает ваши проекты, об этом Петр расскажет чуть позже в презентации о проектной политике. Также в компании IPMATIC есть пресейл-отдел, который занимается предпродажной деятельностью. Вы можете написать, обратиться к нам, мы сможем помочь, просчитать, подобрать модельный ряд и сделать максимум работы ваших проектов. Для знакомства с оборудованием у нас есть компания DemoFond, в котором присутствует весь модельный ряд и который мы выдаем в тестирование для вас и ваших заказчиков. Высокоуровневая техподдержка позволит ответить на какие-либо вопросы уже после продажи, после поставки, к примеру, при настройке оборудования. Также для распространения у нас есть маркетинговая поддержка, есть маркетинговые материалы, мы проводим вебинары и презентации. Доступ к складским остаткам по разным регионам, в регионах нашего присутствия поможет быстро получить оборудование. И буквально на днях, сегодня-завтра, мы заводим GIGASET в наш B2B портал, где вы можете ознакомиться с рекомендованными розничными ценами, посмотреть наличие товара, ну и, собственно, модельный ряд. На этом у меня все, передаю слово Петру. Петр, приветствуем тебя. Эдик, большое спасибо за эту возможность выступить сегодня. Коллеги, всем спасибо за то, что нашли время сегодня присоединиться к нам. Я уверен, что будет интересно как для наших существующих партнеров, так и для будущих, потому что сегодня я очень коротко расскажу о самой компании, о текущей ситуации, о том, как получилось так, что многие производители российский рынок покинули, а GIGASET имеет до сих пор местный московский склад, осуществляет продажу оборудования и продажу лицензий. Расскажу о новинках 2023 года, которые уже находятся в нашем складе в Москве, которые можно заказывать и закладывать в проекты. Расскажу о партнерской программе, то есть о том, что нужно сделать для того, чтобы стать нашим партнером и чего не нужно делать, чтобы им остаться. Расскажу некоторые, наверное, самые популярные бизнес-кейсы, то есть мы их разберем. Расскажу о том, в каких сферах бизнеса чаще всего требуется наше оборудование. Итак, предлагаю начать. Наверное, многие из вас, естественно, слышали о компании GIGASET, ну и также слышали о компании Siemens. На текущий момент можно, наверное, представить себе, что GIGASET — это внук или правнук корпорации Siemens. На данный момент никакого отношения к компании Siemens наша компания не имеет. С заключением одного очень тонкого, но очень важного момента. Дело в том, что при отсоединении GIGASET от головной структуры вместе с компанией в наше распоряжение перешла та фабрика, на которой наше оборудование производится. То есть GIGASET до сих пор производится и будет производиться в Германии, в городе Бохольд, это недалеко от Дюссельдорфа. Вот здесь в нашей истории пропущен один такой очень интересный, но тоже очень важный момент, а именно 2013 год, когда компанию GIGASET приобретает китайский холдинг под названием GOLDEN. Основные сферы направления бизнеса — это недвижимость, фуд-ритейл и потребительская электроника. Соответственно, что мы имеем сейчас? Сделано в Германии, но компания, можно сказать, что в некоторой степени китайская, по крайней мере, принадлежит китайскому холдингу. Собственно, вот так вот выглядит фабрика. Процесс производства оборудования на 99% у нас автоматизирован. Почему я говорю 99%? Потому что в случае, если машина отбраковывает по какой-то причине коробку с готовым продуктом, то человек уже эту коробку открывает и проверяет комплектацию. Иногда такое случается, что даже машина дает сбой, может не положить, не знаю, инструкцию, батарейку или еще что-нибудь. Собственно, вот само здание фабрики, производственный процесс. Видите, людей практически нет, то есть их нет вообще, потому что все-таки работают преимущественно инженеры, которые запускают конвейер утром, отключают его вечером, ну и люди на, скажем так, отбраковке. Для кого наша продукция? Дело в том, что, наверное, стоит начать с того, что GIGASET в мире и в России представлены двумя основными направлениями. Первое направление – это профессиональная линейка микросотовых систем и IP-аппаратов, о которой мы сегодня как раз и поговорим. И второе направление, за счет чего, наверное, у нас наш бренд крайне популярен и в России, и в мире, и в Германии уж тем более, это потребительский сегмент. Потребительский сегмент, потребительская линейка, DECT-аппаратов, аналоговых проводов, IP-телефонов, IP-DECT-телефонов и аналоговых проводных телефонов. Собственно, наверное, имеет смысл переходить уже потихонечку к линейке. Здесь представлен весь наш модельный ряд, который существует на текущий момент, с заключением одного продукта, о котором скажу чуть позже. То есть есть решение для мелкого бизнеса – это синглсота, есть решение для бизнеса более крупного и который потенциально будет расти – это мини-микросотовая система, как мы называем N670. N870 – это, назовем ее, наверное, флагманом, потому что до 6000 базовых станций и до 25 тысяч абонентов можно объединить единую сеть. Так для понимания, если кто-то не знаком с технологией DECT, что это вообще такое, или что такое микросотовые системы, то можно сказать, что, наверное, проще всего аналогию провести с мобильной связью. Только если, говоря о мобильной связи, мы говорим в рамках страны, континента или всей планеты, когда базовые станции размещаются на столбах и абонент с мобильным телефоном перемещается, и база автоматически его подцепляет, то есть его трубка подцепляется к одной базовой станции, а при перемещении переключается к следующей, то микросотовые системы принцип абсолютно тот же, но мы будем говорить уже в рамках какой-то компании, какой-то структуры, какого-то производства. Хотя на самом деле 6 тысяч базовых станций, с учетом того, что DECT сигнал распространяется средним на 50 метров внутри помещений и до 300 метров на открытом пространстве, при помощи 6 тысяч базовых станций можно объединить в единую сеть, наверное, небольшой город. Пока, к сожалению, таких проектов у нас не было, но самые крупные проекты включают уже в себя несколько тысяч базовых станций. Это один из крупнейших российских маркетплейсов. Тот продукт, который у нас переходит из предыдущей линейки, это микросотовая система N720, состоит она из двух элементов. Первый – это базовая станция N720IP. Второй элемент, который как раз раздает сигнал и размещается в помещении, второй элемент – это управленец или так называемый DECT-менеджер N720DM. Он обязательно нужен в каждой инсталляции, он позволяет управлять системой, настраивать ее и так далее. Здесь есть небольшое ограничение, а именно 30 базовых станций максимум в системе в одном кластере и до 100 беспроводных абонентов. В принципе, система доказала свою надежность и стабильность. Тысячи уже проектов реализованы были в России за 8-9 лет, которые мы занимаемся продвижением наших систем на российском рынке. Система очень интересная, подходит для абсолютно любого заказчика. У нее есть одно интересное преимущество, о котором расскажу чуть позже. Следующий продукт, о котором мы поговорим, это как раз уже новая линейка микросотовых систем N670, мини-микросота N870, полноценная микросотовая система. Собственно, ключевые отличия указаны здесь. Я думаю, что по запросу мы можем поделиться моей презентацией, чтобы у вас всегда эта информация была под рукой, вам было удобно общаться с заказчиками и подсматривать эту подсказочку небольшую. Собственно, базовые станции выглядят вот таким образом. Есть порт для подключения либо блока питания, либо питания попоя. Базы белого цвета, что означает, что крепятся они зачастую под потолком, либо в скрытых конструкциях, но даже если инсталляция происходит на объекте, который уже возведенный, где покрашены потолки, она будет практически незаметна на белом пространстве. А потолки у нас в России, по крайней мере, чаще всего все-таки белые. Питается, как я уже сказал, либо попоя, если современная инфраструктура, либо можно подключить ее к сети при помощи блока питания. Достаточно удобно, оба варианта находят свое применение в России. N670 – это новый продукт, который мы начали продавать, по-моему, два года назад. Очень интересное решение для небольших компаний. Его главное преимущество заключается в том, что три базовые станции N670 можно объединить в одну систему без использования лицензии. То есть, если у вас какой-то ваш заказчик является небольшим офисом стоматологии, отделением банка, то три базовые станции размещаются, объединяются в единую сеть, и абонент, соответственно, переключаясь между базовыми станциями, перемещается по территории объекта. До 20 абонентов можно повесить, соответственно, 8 параллельных вызовов. И, как это чаще всего бывает, по нашей статистике, которую мы уже достаточно давно собираем, где-то примерное соотношение проводных и беспроводных абонентов – это 80 на 20. По правилам Паретто, наверное. То есть, 80% сотрудников, им не требуется беспроводная связь, они привязаны, скажем так, к своему рабочему месту, но, тем не менее, для менеджеров по продажам, для руководства функция блуждания, скажем так, по офису, она востребована. Поэтому N670 – это идеальное решение для компаний небольшого формата, либо сетевых филиальных компаний. Собственно, об этом вот как раз я и говорил только что. Интересное решение, причем при помощи лицензий. В случае, например, если ваша компания растет или компания вашего заказчика растет, нет необходимости выбрасывать базовую станцию, как в случае, например, с синглсотами, как нашими, так и как укуренскими, потому что они не расширяют, а если расширяются, то при помощи только репитеров, то есть невозможно увеличить количество абонентов на системе. Накатывается лицензия на N670, она становится полноценной N870, ну а там уже 6 базовых станций, 25 тысяч абонентов. Наш флагман в линейке микросотовых систем, как я уже говорил, наверное, самое крупное, а теперь уже, наверное, точно самое крупное решение по микросотовым системам, которые официально поставляются в Россию на российском рынке, с учетом ухода большинства производителей американских и европейских. Кластеризуются, в одном кластере должно быть не более 60 базовых станций, находят свое применение абсолютно везде. Но скорее рассматриваться будет крупными компаниями, у которых огромные производственные помещения, компаниями, занимающимися логистикой, автодилерами, автосервисами, все везде, где требуется возможность перемещения по территории. Новая итерация N870 с направляемыми антеннами, она будет у нас в этом году, я думаю, что где-то к середине года, может быть, во второй половине года придет. Ее преимущество заключается в том, что у нее есть возможность как подключения сторонних антенн, так и использования текущих. То есть вы можете направить сигнал, если мы говорим, например, о трейд-ин-зоне автодилера, то она размещается возле окна, и сигнал направляется в сторону зоны трейд-ин, то есть на открытый воздух, и там, скажем так, покрывается вся эта территория, тоже покрывается сигналом. Поговорим чуть-чуть об универсальности. Дело в том, что все наши продукты, извините, о которых я сегодня говорю, они совместимы между собой. Мало того, что N670 при помощи лицензии можно апгрейдить до состояния N870, так еще и обе эти, скажем так, оба эти варианта можно объединить в одну систему. Давайте разберем на примере банка. Например, крупнейший российский банк тоже является нашим клиентом. У них есть, скажем так, офисы крупного формата, 200, 300, несколько тысяч квадратных метров. Есть небольшие отделения, в которых работают 3, 4, 5 сотрудников. Всего это порядка, наверное, 17 тысяч отделений, насколько я помню. Соответственно, в небольших отделениях можно установить, как я уже говорил, до 3, 670 без лицензии. В более крупных можно расположить до 770. Естественно, существует разница в цене. Рекомендованная цена на 670 у нас в районе 300 евро, на 870 690-680 евро. Не могу сказать точно, можете запросить всю информацию дистрибьютора. Собственно, если компания, скажем так, неоднородная, то все системы объединяются в одну и работают. Если мы будем говорить о крупных проектах, то здесь возникают иногда сложности, а именно сложность с радиопокрытием. То есть, если мы говорим, например, про автодилеров, которые очень много, количество которых уже являются нашими клиентами, то проблемными зонами будут, наверное, бронестекла, которые достаточно слабо пробиваются дактсигналом. Соответственно, количество базовых станций увеличивается, но для того, чтобы понять, где именно сигнал угасает, мы рекомендуем использовать наш чемодан. Он есть как у дистрибьютора, так и у меня. В случае, если комплект Айпематики сейчас в полях, можете обратиться ко мне, и я вам его смогу предоставить. Проводится радиопланирование, понимаются сложные зоны, проблемные зоны. Вы при помощи этого комплекта можете определить спецификацию на объекте заказчика. Вещь очень полезная, можете запрашивать. Новый продукт абсолютно будет у нас также, наверное, во второй половине года, возможно, даже ближе ко второй его половине. Gigaset Fusion – это не совсем IP-аппарат. То есть это IP-аппарат, но еще и с функцией DEC. Это что означает, что на данный продукт можно повесить до, по-моему, до 20 абонентов, да, и осуществлять 6 параллельных вызовов. Для кого это решение? Наверное, для какой-то компании небольшой, с небольшим количеством сотрудников, где секретарь, привязанный к своему рабочему месту, может, скажем так, отвечать по трубке, которая зафиксирована на телефоне, а менеджеры по продажам, например, либо логистики, перемещаясь по офису, остаются на связи. Теперь, наверное, имеет смысл поговорить о втором обязательном или необходимом элементе микросотовых систем – это наши трубки. Исторически Gigaset специализировался на DECT-решениях, на DECT-трубках. Линейка в потребительском сегменте насчитывает порядка 50, по-моему, моделей. Модельный ряд в профессиональной линейке несколько уже. Данная трубка перешла к нам также из предыдущего модельного ряда. Трубка крайне популярная среди российских пользователей, потому что мы ценим практичность преимущественно. Трубка защищена по стандарту IP65, то есть ее можно после смены помыть, если, например, ваш заказчик – это автодилер, он масляными руками может ее брать, а в конце смены он ее просто протирает либо водой, либо спиртовым раствором и ставит на зарядную станцию. Трубка крайне интересная, крайне бюджетная, и я уверен, что на текущий момент на рынке аналогичных по характеристикам и цене решений нет. У трубки есть фонарик. Часто спрашивают, а для чего вообще в трубке фонарик? Во-первых, это достаточно интересная строчка для технического задания. У конкурентов этого решения нет. Это раз. А второе, если говорить на практике, предположим, что автослесарь находится в смотровой яме, там, естественно, есть какое-то освещение, но он выронил ключ, либо болтик, либо что-то. Для того, чтобы ему себе подсветить без наших решений, соответственно, нужно снять перчатку, залезть в карман, достать смартфон, в любом случае его хотя бы чуть-чуть испачкать, включить фонарик и подсветить себе, либо иметь дополнительный фонарик сюда под рукой. С данной трубкой нажал одну кнопку, подсветил, болтик нашел, положил его куда нужно, поехал дальше. С-700 модель из новой продуктовой линейки, тоже уже есть на складе. Да, кстати, предыдущие трубки у нас огромное количество уже в Москве, поэтому можно заказывать, закладывать ее в проект. Продукт еще у нас будет, я думаю, год или два, не меньше. С-700 самая бюджетная трубка из новой линейки, ее рекомендованная розница порядка 140 евро. Есть Bluetooth, то есть можно подключить гарнитуру. Долго говорить о продукте начального сегмента, наверное, не имеет смысла. Тут все достаточно понятно. Новая итерация защищенной трубки R700, также с фонариком, также с Bluetooth, цветной дисплей. Очень удобный аппарат в строгом немецком дизайне, который, я уверен, найдет своего покупателя в России. Рекомендованная розница 180 евро, 190. Следующая, это премиальная наша трубка, которая поможет выделить руководителя предприятия на фоне остальных сотрудников soft-touch покрытия, также все предыдущие функции, о которых я говорил. Очень приятный на ощупь, тоненький, можно положить его в пиджак кармана, во внутренний его даже не будет видно. Кстати, образцы вы также можете запросить у дистрибьютора, съездить к ним и заказчику, потому что, скажем так, я исторически вышел из потребительской электроники, я знаю, что Touch & Try продает лучше любого СЛЗа. То есть, когда человек в руке подержал, ему уже нравится. А за вопрос дизайна, это, естественно, вопрос спорный, но, честно говоря, ни у кого вопросов не возникали. Если посмотреть на конкурентские решения, ну, конечно, видно, что сделано в Германии. На данном слайде здесь есть ссылочка. Я рекомендую вам запросить ее у Эдуарда, либо у вашего СЛЗа из Эпиматики, потому что там огромное количество информации, как технические по продуктам, так и фотографии продуктов, чтобы могли разместить их на вашем сайте. Совместимость с разными производителями. Дело в том, что Gigaset не производит АТС, но, как говорили в фильме ДМБ, мы недуг превращаем в подвиг. И здесь преимущество Gigaset заключается в том, что мы совместимы с 99, опять-таки, процентами производителей АТС. Почему я оставляю 1%? Потому что, возможно, сейчас где-нибудь в Китае ребята придумали новый АТС, с которым мы еще не тестировались. Скорее всего, мы будем и с ней совместимы. Структура нашего бизнеса, я думаю, понятна. Мы производители, у нас локальный склад есть в Москве. Доставка оборудования до дистрибьютора занимает 3-4 дня. Это максимум. Дело в том, что мы перешли на условия предоплаты. В текущих реалиях, скорее всего, это правило скоро отменится. Но, тем не менее, по логистике 3-4 дня. Неделя, максимум 2, и продукты уже находятся у вас в регионе, где бы вы ни находились. По партнерской программе. Значит, мы сотрудничаем с компанией Opimatic уже очень давно. Коллеги доказали свой уровень профессионализма, доказали свои компетенции и оказывают нам максимальную поддержку. Соответственно, если у вас какие-то вопросы существуют по технике, вы можете обращаться к ним. В случае, если они не справляются, коллеги из Opimatic переправляют им нам. Если наш технический директор, а такого пока еще не было, не справляется с решением вопроса, мы создаем тикет для наших немецких коллег, и они, соответственно, его решают. По коммерции. У нас существует несколько уровней авторизации партнеров. Могу сказать, что условия, которые мы даем, они крайне конкурентоспособны. А в текущих реалиях, так и, возможно, они, наверное, лучшие даже на российском рынке. Что мы просим наших партнеров? Мы просим их соблюдать рекомендованную розничные цены и регистрировать проекты. Ну, собственно, я думаю, что для кого-то здесь что-то новое будет, то есть мы колесо не изобретали. Вы получаете какую-то информацию от вашего партнера о том, что у него есть хотя бы малейший интерес в организации беспроводной связи в своем офисе. Вы сообщаете информацию о данном заказчике дистрибьютору. Дистрибьютор проверяет в своей базе, если такой проект еще не зарегистрирован, он закрепляется за вами. Если уже существует, мы находим какое-то решение этого вопроса. Что мы даем со своей стороны? Естественно, мы можем разместить информацию о вашей компании на нашем сайте. У нас есть такой, так называемый, гигасет-локатор, по которому конечные заказчики, соответственно, могут вас найти. Это раз. Второе, у нас мои коллеги занимаются работой с заказчиками, с прямыми. Мы это называем прямыми, но по факту они в любом случае закупаются через партнеров, потому что напрямую ни гигасет, ни дистрибьюторы наше оборудование конечником не продают. Что здесь еще можно добавить? Мы проводим подобного формата мероприятия, конечные заказчики обращаются к нам с просьбой внедрить им оборудование, и исходя из вашего статуса мы, соответственно, передаем заказчиков вам. Вы уже дальше их ведете, мы, естественно, поддерживаем максимально. Если у вас есть в вашем портфолио или в вашем портфеле клиенты, которые сомневаются, вы можете всегда пригласить либо сотрудника компании «Эпиматика», либо через них меня на встречу. Расскажем, покажем из первых уст. Это обычно все-таки полезнее бывает. Перейдем, наверное, к сферам применения. Вот те самые бизнес-кейсы, о которых я хотел поговорить. Уверен, что будет интересно. Я неоднократно говорил о том, что чаще всего 5 или 6 лет назад нашими клиентами установили станции технического обслуживания, автодилеры, автосервисы. Ну, понятно, да, я уже говорил о том, что есть защищенная трубка. После смены помыл ее, ее можно уронять. Ронять хоть на бетонный пол, хоть куда. До двух метров мы гарантируем, что ничего с ней не произойдет. Кстати, наверное, самое время сказать о сервисе. Дело в том, что у нас в плане сервиса у нас такой своеобразный подход. У нас нет сервисных центров в России, потому что это не имеет экономического смысла. Держать им комплекты деталей, проводить обучение инженеров, иметь людей, которые разбираются в ремонте нашего оборудования, не имеет никакого смысла, потому что процент брака, он абсолютно минимален. Что мы делаем с продукцией, которая вышла из строя? Мы ее просто меняем. То есть, если у заказчика сломалась базовая станция и даже трубка, вы просто сообщаете дистрибьютору, мы делаем горячую замену. Весь сервис проходит через меня, и вот за эти 8, наверное, лет не было таких ситуаций, когда у меня был перегруз. То есть, что я понимаю, что пошел брак. То есть, каждую базовую станцию списываю я лично, отправляю ее заказчику. Если бы брак был большим, я бы только этим и занимался. Количество базовых станций в полях уже идет на, наверное, даже десятки тысяч. Вопросы с этим не возникает. Вернемся к нашим заказчикам. Я говорил о том, что поделюсь некоторой такой информацией, полезной по N720. Мы, как производители, естественно, не рекомендуем использовать профессиональные базовые станции с потребительскими трубками. Но, раз уж рынок об этом знает, и часто меня об этом спрашивают, возможно повесить все-таки нашу консюмерскую трубку на профессиональные микросотовые системы. В этом случае, к сожалению, мы не несем ответственность за стабильность работы системы, но благодаря наличию ГАПа в нашем оборудовании, многие используют вот эту комбинацию профессиональной базовой станции и трубки. Мы это, естественно, оборачиваем в свою пользу, потому что те, кто занимается продажами, наверное, согласятся со мной, что самый частый вопрос, который они задают, а можно подешевле? И вот в случае с GIGASET, да, можно. Почему? Потому что в полях находятся десятки или даже, может быть, уже сотни тысяч трубок GIGASET, которые обычно IT-специалисты, и уж тем более коммерческие директора, не хотели бы или даже не разрешают выбрасывать. При использовании нашего оборудования, если у заказчика есть уже наши трубки, преимущество GIGASET в том, что можно перейти с аналога на IP в два этапа. На первом этапе у клиента сохраняются его трубки, размещаются в автосалоне, в рекреационном комплексе, в больнице или где-то. Остаются трубки, размещаются базовые станции. На втором этапе консюмерские трубки или потребительские трубки заменяются уже на линейку профессиональных. Это помогает нам всем. Почему? Потому что это сильно не бьет по бюджету. Переход с аналога на IP можно осуществить в два этапа. Ну, я думаю, здесь все достаточно понятно. Я уже говорил о чемоданчике радиопланирования и о нашем пожелании использовать его. Почему? Потому что есть объекты очень такой странной, знаете, или очень своеобразной формы. Плюс лестничные пролеты, на которых зачастую заказчики тоже хотели бы иметь ДЭК-сигнал. То есть выйти, поговорить о чем-то своем на лестничном пролете. Ну, я думаю, что каждый из нас с этим сталкивался. Поэтому, так как они зачастую выполнены из железобетона, то сигнал там, конечно же, будет слабый, если не разместить там базовую станцию. Но для того, чтобы это понять, предлагаю все-таки использовать чемоданчик радиопланирования, чтобы как раз вот для того, чтобы выявить вот эти вот мертвые зоны или зону угасания сигнала. Также среди наших заказчиков уже огромное количество сетевых. Я не буду их называть. Я думаю, что в каждом регионе есть компания, которая уже использует наше оборудование. По запросу вы можете связаться либо с Эдуардом, либо со мной. Я могу подсказать, где уже используется оборудование. И зачастую мы все с вами, особенно IT-специалисты, любят, скажем так, поделиться другим мнением и принять решение в сторону нашего бренда, если у соседа уже это реализовано. Собственно, это такой дополнительный sales point. Мы ведем статистику всех реализованных проектов. Нареканий у нас не было. Поэтому даже такую информацию мы иногда можем предоставить по запросу. Крупные автосервисы, знаете, как это часто бывает, на выезде из города на какой-то федеральной трассе, которая в город входит, вдоль нее располагаются автосалоны. Они идут редком разных вендоров. Вот по моей статистике или по моей практике уже даже можно сказать, что зачастую все они принадлежат одной компании. То есть какой-то холдинг региональный владеет этой сеть автосалонов. И сотрудники этих автосалонов, они тоже перемещаются между ними. С нашими решениями это достаточно просто, потому что есть... Можно покрыть и трейдинг-зону, можно покрыть и территорию между автосалонами и внутри автосалона. Соответственно, здесь большой позитив. Также бывают ситуации, когда два автодилера уже открыты, а третий только еще строится или будет открыт в следующем году. С помощью микросотовых систем можно планомерно вводить все объекты в эксплуатацию. С сетевом я уже говорил. Самые крупные, они, наверное, все-таки Москва и Санкт-Петербург. Порядка ста автосалонов. С ними мы уже сотрудничаем. Но если у вас есть связь или общение, или уже опыт поставки в них, пожалуйста, регистрируйте проекты. Будем вам содействовать во всем. Я уже говорил о том, что у нас есть и потребительская линейка в России. Позитив здесь в том, что под нужды заказчика, под его формат, можно подорвать абсолютно любое решение. Минимальная спецификация на оборудовании Gigaset, консюмерском, составляет, не знаю, 10, 15, 20 тысяч рублей. Текущие наши топовые проекты уже измеряются суммами сотни тысяч евро. Все зависит, конечно, от заказчика. Второе, самое, наверное, популярное направление или сфера применения нашего оборудования, ну, благодаря нашему сотрудничеству с крупнейшими маркетплейсами, с крупнейшим, наверное, маркетплейсом, потребность их заключается в том, чтобы сотрудники склада, или, я не знаю, там, службы безопасности, могли беспрепятственно перемещаться по всей территории этого объекта. Самый крупный на текущий момент складской комплекс, на котором используется оборудование Gigaset, его площадь составляет порядка 300 тысяч квадратных метров, то есть создано несколько кластеров на территории этого РЦ распределительного центра, и, соответственно, сотрудник, или там особенно кладовщик, или грузчик, ему не нужно каждый раз ходить, не знаю, там, к своему руководителю, чтобы понять, какая следующая задача. Он из любой точки распределительного центра может его набрать, понять, какая палета в данный момент нужна, к какому выходу ее подвести, ну, что, собственно, выливается в экономию большого количества времени. Опять-таки, скажу по своему опыту, я, к сожалению, все еще курильщик, перекуры людям нужны, неважно, сигаретами или без них, но, значит, если человеку нужен перерыв, он может также выйти на улицу и при этом оставаться на связи. То есть для руководителя его всегда можно дотянуться, а для него он всегда, значит, может понять, какая у него следующая задача. Собственно, результатом нашей деятельности, надеюсь, будут вот эти вот улыбающиеся люди в касках, которые на электрокарах или, как это называется, погрузчиках или пешком перемещаются к складам. Зачастую на складах базовые станции размещаются прям потолком, под потолком. За счет этого, скажем так, площадь покрытия увеличивается максимально. Но, опять-таки, я рекомендую делать радиопланирование, потому что иногда экранируют стеллажи, которые часто сделаны из металла, и это, скажем так, может создать некоторые сложности при составлении спецификаций. То есть и уже при внедрении, скажем так, если вы там на глаз просчитали, что 30 метров должно быть до следующей базовой станции, не всегда это просто так сделать. И оборудование работающие или стеллажи могут экранировать и создавать тем самым мертвые зоны. Поэтому в таких объектах лучше, конечно, пользоваться чемоданчиком, дабы сэкономить количество базовых станций для заказчика и максимально избежать вот этих вот зон с провалом. Розничная торговля – это, наверное, в первую очередь будет разговор о фуд-ритейле, то есть о продуктовом ритейле, таких компаниях, как Ленты, которые уже тоже являются нашим клиентом, о DIY-ритейле, то есть Леруа Мерлен и так далее, если кто торгует мебелью. Розница крупного формата. Площадь их торговых точек составляет где-то в среднем на 2 до 10-15 тысяч квадратных метров. И проблемными двумя зонами является зона погрузка-выгрузки, там же, где находятся обычные холодильные оборудования, и предкассовая зона, где количество абонентов в пикивые моменты бывает достаточно большим. Также места большого скопления людей во время, например, обеденного перерыва, это столовая, тоже нужно этот момент учитывать. То есть мы иногда рекомендуем даже разместить две базовые станции неподалеку друг от друга, потому что есть определенные ограничения на количество абонентов на одну базовую станцию. Но это уже детали, о которых могу рассказать индивидуально в частном порядке. Преимущество, опять-таки, гигасет здесь в том, что в торговых залах зачастую пол мраморный. И вы представляете, или мраморный, скорее. Если на него падает обычная незащищенная трубка, то как минимум она рассыпется. Если использовать R700 и R650, то там есть специальный задивинт, который даже в случае падения не позволяет аппарату распасться на детали. То есть он как был, единым целым куском, так и остается. Плюс еще в зоне погрузки-выгрузки, холодильного оборудования и подвоза товаров зачастую они неотапливаемы. Ну или как минимум там открываются большие ворота и, соответственно, в них достаточно свежо. До плюс пяти работают наши трубки, так что здесь тоже вопрос закрывается. Небольшой розничный магазин или формат магазинов у дома. Вот я здесь внизу говорю о том, что здесь можно даже зачастую обойтись нашим потребительским сегментом, который расширяется при помощи репитера. Естественно, интереснее, конечно, везде установить микросотовую систему, потому что потребительский рынок, скажу откровенно, нас отпущен. Никто незачем наследит. Цена свободная. Ну а там, где свободная цена, там, соответственно, и нет и заработка. В профессиональных микросотовых системах, естественно, все у нас иначе. Производственники, они не будут сильно отличаться от людей, то есть компаний, занимающихся логистикой и транспортными услугами. Единственное, что здесь бывает часто достаточно, это какой-то КПП, на который приезжают фуры с товаром для загрузки и выгрузки. И сотруднику службы безопасности, вместо того, чтобы каждый раз ходить в центральный офис и получать списки вот тех компаний, то есть тех автомобилей и госномеров, которые должны приехать, гораздо быстрее увидел, подошла фура, набрал на КПП, то есть руководителю уточнил, та ли это машина или нет, можно ее запускать или нет. Ну и, соответственно, эту операцию провернул гораздо быстрее, нежели пешком перемещаясь. Опять-таки, наши трубки защищенные особенно помогают, помогают сохранить связь, даже в достаточно таких сложных условиях, когда, предположим, какой-нибудь мукомольный завод, на котором постоянно пыль, взвесь в воздухе, собственно, защищенной трубкой, она помогает этих всех моментов избежать, то есть ее использование. Все то же самое, здесь, вряд ли, что-то будет новое. Поделюсь обязательно всем этим данными, там, почитайте, сейчас не будем, наверное, тратить время. Я уже говорил, что одним из наших крупнейших, также заказчиков, является российский крупнейший банк, причем, я думаю, что для них идеально подойдет вот это новое решение, GIGASET Fusion, секретарь, либо человек, который первый встречает клиента, привязан к рабочему месту, руководитель, перемещаясь по офису со своей, там, премиальной трубкой, а создает определенный имидж заведения, б всегда на связи остается. Также подойдут, наверное, здесь и синглсотовые, или, там, мини-микросотовые, правильно сказать, система N670, как я уже говорил, до трех базовых станций можно объединить в одну систему и покрыть любую территорию. То направление, которое получает сейчас по-прежнему, то есть получает после ковида большие инвестиции, это здравоохранение и образование наука. Я объединяю их все три на один слайд, просто по той причине, что их, скажем так, территория крайне похожа. То есть, если мы представим себе центральную районную больницу в крупном городе, или студенческий городок, то он из себя обычно представляет центральное здание, несколько корпусов, общежитие, например, в случае больницы это несколько корпусов. Врачи очень часто, по моей практике, перемещаются между зданиями. Для того, чтобы создать ДЭК-серриторию, полностью покрытую сигналом, рекомендуем использовать N870E с направляемыми антеннами, либо есть еще одно у нас решение. Также мы запартнерились на уровне штаб-квартиры с одним производителем термобоксов. Базовая станция размещается внутри, он абсолютно прозрачен. Ну, естественно, есть определенное угасание сигнала. Его можно покрасить абсолютно любой цвет. Если мы говорим о, например, какой-нибудь частной резиденции, даче и так далее, ее можно покрасить в цвет под дерево, и она даже не будет видна. При этом сотрудники безопасности или уборщики могут перемещаться, оставаясь на связи. То же самое касается и сферы гостеприимства. Мы, наверное, все бывали в загородных санаториях, где есть центральные здания, где можно арендовать коттедж. И вот, находясь, собственно, на отдыхе в таком коттедже, предположим, вы неправильно рассчитали количество пива, которое вы хотели бы выпить на выходных, либо вам потребовались дрова. Но, собственно, не нужно звонить на мобильный телефон, центральную офису заказывать, потому что в таких местах иногда бывает, что и не работает и мобильная связь. Поэтому, если расположить трубки и микросотовую систему внутри этих коттеджиков, то это может повысить средний чек отдыхающего гостя. Но это уже, если говорить о, скажем так, как можно на нашем оборудовании еще и зарабатывать самому конечному заказчику. Мы приближаемся к концу, коллеги, этой презентации, по крайней мере. Если у вас есть какие-то вопросы, я сейчас их почитаю. Да, стандарт ГАП у нас есть. АЛАРМИН МЕССЕНДЖИНГ, да. Нет, не совсем. Не совсем. Это как раз АЛАРМИН МЕССЕНДЖИНГ ЛОКЕЙСИН. Да, эта вещь у нас будет реализована. Кстати, если вы являетесь оператором связи, мы бы хотели с вами встретиться, потому что сейчас мы как раз находимся в стадии подбора партнеров, которые будут нам эту услугу оказывать. Это уже, так скажем, эта возможность уже реализована в наших базовых станциях Н-870, в наших трубках. Найдет это применение, естественно, в больнице, например, когда человек упал, да, или выпал с кровати, или у него просто трубка упала, врач поймет, что что-то идет не так, и, соответственно, сможет оперативно туда отправиться и оказать необходимую помощь. Часто бывает такое, что сотрудник склада шел по складу, тут его отвлекли, он положил трубку, а через час он уже понятия не имеет, где она находится. Это тоже может быть полезно. То есть это дополнительные сервисы. По теме сотрудничества с ними я предлагаю вам связываться через, опять-таки, дистрибьютора. Обсудим, посмотрим, как там можно здесь поработать. Но сама опция, это аларминг мессенджинга, она уже реализована в наших базовых станциях, то есть они к этому готовы. Собственно, последний слайд. Мои контакты, контакты Эдуарда. Я предлагаю держать нам связь все-таки через дистрибьютора. Так будет всем нам удобнее и не займет сильно времени больше, нежели общение напрямую, потому что коллеги, как я уже говорил, по тематике отличаются своей оперативностью, то, что приходит им. Если они отвечают сами, то, соответственно, отвечают сами. Если требуется поддержка вендора, не больше 10 минут обычно занимает пересылка письма. Коллеги, всем огромное спасибо. Надеюсь, что было полезно, понятно. На этом все. Спасибо, Петр, все было информативно, просто супер. Если у вас сейчас не будет вопросов, они у вас всплывут чуть попозже, контакты вы видите, пишите, звоните, поможем, чем сможем, как говорится. Так, вот здесь, сейчас, одну секундочку, Эдуард, есть какие трубки беспроводные получаются, берут им для опасных. Знаете, у нас нет линейки трубок взрывозащищенных, но, тем не менее, R650 и R700, две трубки в линейке, которые по стандарту IP65 защищены. То есть, по факту IP65, это можно стоять под душем, там что-то ширина струи должна быть больше, чем что-то, и там не больше двух минут. Ну, в общем, навряд ли мы будем разговаривать под душем, ну и тем более под водой. Поэтому самое главное преимущество защищенных трубок, в том, что их можно помыть, протереть спиртом. Да, вся линейка у нас защищена от истирания и обработана специальным материалом, который можно в свою очередь также обрабатывать спиртосредержащими и антибактериальными средствами. В медицине, кстати, популярны, кстати, очень, они спрашивают часто. Да, Павел, я еще хотел бы добавить, что касается офисов. Нужно исходить от потребностей. Да, в основном в офисе ставят проводные аппараты и используют мобильный телефон, но проводные аппараты ограничивают, нет возможности перемещаться по офису, да, с трубкой беспроводной и оставаться на связи. А мобила – это инструмент, который полностью исключается из системы телефонии, то есть в идеале, конечно, иметь телефонию, интегрированную с CRM-системами. Если мы используем мобилу, то здесь уже начинаются минусы. Нет возможности записывать разговоров, иметь статистику углубленную, интеграции с CRM-систем, мобила просто может сесть, ее могут унести домой. Вот, то есть такие вещи при использовании мобильных телефонов, конечно, это большой минус. Поэтому и в офисе можно использовать беспроводные трубки, которые работают на весь офис, благодаря роумингу и хондоверу. Да, я хочу добавить, наверное, это против самого себя, я скажу, но, естественно, у DECT решений есть конкуренция со стороны Wi-Fi телефонов. По-моему, ни одного уже производителя на российском рынке не осталось, то их дело, они все ушли. Но недостаток Wi-Fi телефонов, дело в том, что, если вы посмотрите на их информационные листы, они когда-нибудь указывают количество часов, которые вы можете провести без подзарядки. Дело в том, что Wi-Fi телефоны очень сильно быстро сажают батарейку, это раз, а второе, они создают нагрузку на Wi-Fi точке. Это их главный недостаток. Есть рации, да, но надо не забывать, что с рацией мы теряем конфиденциальность, раз, во-вторых, все вот это знают такое шипение рации, ну и опять-таки, огромную территорию при помощи них не покрыть. Мобильные телефоны, как Эдуард правильно уже сказал, во-первых, вы выпадаете из бизнес-среды, это раз, второе, это, к сожалению, это реальность. Сотрудники берут мобильный телефон, уходят с ним домой, потом говорят, ой, знаете, я его потерял. Ну, а там дальше он уже оказывается на Авито. Дек-трубка в этом случае, наверное, не совсем подойдет, такой популярности не пользуется. Ну, плюс их колят, дешевый смартфон будет тормозить, дорогой смартфон ударит сильно по бюджету, поэтому вот как-то так. На этом, наверное, все, коллеги, еще раз вам спасибо, желаю хороших продаж, мы будем на связи. Все, коллеги, всем удачного дня. До свидания. Спасибо.